Учение лекарства «Инструктаж» по миру гуляет коронавирус до Челябинской области заболевания из Китая пока не добралось, однако медучреждение на готове. Чем и как будут лечить пациентов с иностранным недугом, узнавала наша съемочная группа. По информации переданной экипажу, на борту находятся пассажиры с подозрением на инфекционное заболевание. Двое пассажиров международного рейса обратились за помощью. Симптомы температура, общее недомогание. Такова легенда учений. Они прошли сегодня в аэропорту Челябинска. Так службы отрабатывают алгоритм действий борьбы с коронавирусом. Задача – не допустить распространения заболевания. У пациенток, прибывших из Китая, измерили температуру и переправили в больницу в специальном герметичном боксе. Бокс для переноса инфекционных больных, который защищает полностью. Тут своя надувается, он полностью надувается, и там мы не соприкасаемся с этим воздухом. Он герметизирован полностью. Тем самым он прям вообще изолирует пациента от всех. Специализированный бокс у нас сейчас такой один. Он дорогостоящий бокс, он один у нас на базе территориального центра медицины катастрофы. А что делать, если баланса больше? Челночным методом госпитализация осуществляется. Один, второй, третий пациент и так далее. После этого оставшиеся условно контактные лица, которые прилетели этим бортом, точно так же были эвакуированы уже в изолятор здания аэропорта для прохождения дальнейшего обследования и карантинных мероприятий, которые предусмотрены сейчас уже для их наблюдения в течение двух недель. На самом деле, случаев заболевания в области нет. Однако к приему таких пациентов готовят специалистов по всей стране. Не исключение и Магнитогорск. У нас проводились год назад такие учения в аэропорту при завозе. Ну, это не имеет значения, коронавирус, какой-то другой возбудитель. Это возбудитель, будем так говорить, особо опасной инфекции, при которой необходимо проводить те или иные мероприятия. Если возникнет подозрение на коронавирусную инфекцию, его госпитализируют. Если это взрослый, его госпитализируют в городскую больницу номер один. Если это ребенок, его госпитализуют в Центр охраны материнства и детства. И после этого уже все остальные мероприятия будут проводить. Сегодня, говорят, в первой городской больнице город имеет все необходимое для госпитализации, диагностики и лечения недуга. Это и лекарства, и специальные изолирующие боксы с отдельным входом. Он никак с отделением не соприкасается. Вот мы с ним работаем через наш бокс, этот предбоксник. Он уйдет через чистый обработанный предбоксник непосредственно на улицу. То есть он никак с нашими другими пациентами, поступающими, теми, кто лечится в других боксах, он не встречается. Вот в этом заключается его полная изоляция. В такие поместят пациентов даже с подозрением на коронавирус. Обследование пройдут все, кто имел контакты с возможными носителями или обнаружил у себя опасные симптомы. Поэтому сначала берут анализы. Берем мазки на коронавирус, на прочие вирусные заболевания, которые расшифровываются в лаборатории у нас и в лаборатории особоопасных инфекций Челябинска. Мы туда отправляем машину. И дальше уже в эти референс-лаборатории по стране, или Москва, или Новосибирск, отправляются туда, где нам либо подтверждают, либо снимают диагноз. Так, первая пациентка с подозрением на заболевание поступила в больницу несколько дней назад. Диагноз не подтвердился. Врачи отмечают, бить тревогу и поддаваться панике горожанам не нужно. Ситуация не пандемическая. Этот вирус – просто новый штамм, лекарство от которого есть. А типичная пневмония, вспомните, пожалуйста, торс называлась такая вот эта. Это все был коронавирус. В одном случае он шел из Китая, в другом случае он шел из Иордании, из Ближнего Востока. Но это был возбудитель, был коронавирус. Он просто был несколько другого типа. Вот грипп, он существует, мы знаем, А, Б, С, даже гриппа, он разный бывает. Лечат, к слову, обычными противовирусными. Сегодня в стране выявлено только два случая заболевания у граждан из Китая. У обоих оно протекало в легкой форме. Смертность падает, а количество выздоравливающих, напротив, растет, говорят медики. Кроме того, отмечают, не допустить распространение инфекции горожане могут самостоятельно. Один из советов – стар как мир. Руки мыть. У нас население забыло, что надо мыть руки. Мы их не моем. Проехали в общественном транспорте, расплатились в магазине, поговорили по телефону, поздоровались с человеком, пришли домой. Руки вымойте сначала, а потом все остальное. Руки мы сами себе вот это все приносим с руками. В рот, в нос, в слизистую глаз, вот куда угодно. Мы сами себе. Руки надо мыть. Кроме того, горожанам советуют не пренебрегать и другими мерами, особенно в дни карантинного режима. А в случае недомогания – не заниматься самолечением и обратиться к врачу. Мария Клименко, Антон Солохин, информационная служба Медиагруппы «Знак».